Выберите правильный ответ. Соответственно, ответ у нас здесь будет один. С помощью разведения в неволе и последующей успешной реабилитации были восстановлены некоторые популяции и виды, которые теперь размножаются в природе. Выберите из перечисленных примеров лишнюю позицию. Переднеазиатский леопард, овцы, бык, гавайская козарка, калифорнийский кондор или лошадь Пржевальского. Кто-то из перечисленных здесь представителей животного мира не может размножаться в неволе. На самом деле про это очень часто говорят, потому что у нас есть множество всевозможных передач. Иногда в новостях говорят, что у нас произошло радостное событие впервые, допустим, за 50 лет в московском зоопарке представитель какого-то животного мира родил, соответственно, маленького детеныша. В связи с чем, как вы понимаете, это отмечается во всем мире. Про кого же так чаще всего говорят? Про семейство? Какое? Или вид, или популяцию? Мы с вами знаем, что у нас рогатый скот, крупнорогатый скот, что у нас парнокопытные и непарнокопытные животные прекрасно размножаются в неволе. Мы можем это видеть во многих загонах, на каких-то фермах у нас разводятся те или иные животные. И такие животные прекрасно дают потомство. Калифорнийский кондор также был восстановлен. Популяция была восстановлена именно в неволе. То есть для них определенные условия создавались, в которых птицы прекрасно себя чувствовали. Но если мы будем говорить с вами, например, про кошачьих, про семейство кошачьих, то практически все представители семейства кошачьих достаточно плохо развиваются в неволе. Очень часто можно услышать, например, что в московском зоопарке совсем несколько лет назад тигрица принесла потомство. И это было на самом деле достаточно таким большим событием, потому что кошки в неволе, именно дикие кошки размножаются очень и очень плохо. Поэтому вы были правы, когда ответили, что это у нас леопард. Леопарды плохо развиваются, ну как развиваются, размножаются в неволе. Так, выберите все правильные ответы. Мы переходим с вами к второй части. Здесь у нас надо будет выбрать несколько вариантов ответов. Мы помним из прошлого раза со среды, что у нас даже на вопрос выберите все правильные ответы, у нас может быть один правильный ответ или у нас может быть их четыре или пять. Оксиды, азота и серы участвуют в возникновении таких экологических проблем, как выщелачивание водоемов, выпадение кислотных осадков, заболачивание или смог. И смог или смог. Так, ну что ж, давайте с вами поговорим немножечко о экологических проблемах. У нас на данный момент с развитием цивилизации, с развитием городов у нас происходит большое количество экологических таких мини-катастроф или экологических проблем из-за деятельности человека. Одной из проблем у нас является выработка именно оксидов азота, оксидов серы при производстве, когда у нас строятся какие-то заводы. Например, мы знаем, что одно время у нас дома отапливались углем, вот все вот эти вот, господи, котельные и так далее, это очень давно было. Да, у нас они работали именно на топливе, на земельном, да, можно так сказать, на угольном. В связи с чем у нас огромное количество оксидов выходило в атмосферу. Скапливалось в верхних слоях атмосферы, перемешивалось, соответственно, с водными парами и выпадало в виде осадков. Причем осадки имели кислую среду, то есть кислотные дожди, да, кислотные осадки. В связи с чем у нас происходило закисление почв, в связи с чем у нас происходило изменение вида почв, изменение в произрастании растения, то есть очень многие растения у нас уходили, да, в связи с тем, что менялась, да, менялась окружающая среда. То есть у нас, вы знаете, у нас есть, например, растения, которые прекрасно растут в кислых почвах, крапиву мы, например, знаем с вами прекрасно, она очень любит у нас кислые почвы. И у нас есть растения, которые у нас растут в щелочных почвах, соответственно, эти растения у нас тихонечко вытеснялись, вымирали, уходили с данной территории. Так что правильный ответ у нас будет B, а также вследствие того, что оксиды попадали в верхнюю часть атмосферы, да, верхние слои атмосферы, они там скапливались и создавали подобие смога. Да, то есть мы сейчас такое можем наблюдать, например, в крупных городах. В Москве такое бывает, это бывает, соответственно, в Америке бывает скапливание вот этих вот вредных оксидов в атмосфере, скапливание вот этого смога. В связи с чем температура в городе повышается, да, и проблемы с дыхательными путями начинаются у людей и так далее. То есть здесь у нас правильные ответы будет B, это выпадение кислотных, да, дождей и кислотных осадков, и G, это у нас возможные смоги. Так, риск возникновения каких болезней из перечисленных увеличивается при уменьшении концентрации озонового слоя в стратосфере? Это органов дыхания, кожи, брюшной полости, сердечно-сосудистой системы, глаз, мочеводелительной системы или нервной системы. На самом деле из-за изменения экологии у нас могут возникать проблемы с органами дыхания в городах, особенно если люди живут рядом с заводами, которые выделяют у нас мелкодисперсную пыль. Например, если это у нас будет какой-нибудь там бетонный, да, завод и так далее. Могут начаться проблемы с сердечно-сосудистой системой. Мы с вами говорили в прошлом году, кто в том году прослушивал экологию, мы с вами разговаривали про то, что у нас существует вид загрязнения, например, как звуковое загрязнение, у нас существует загрязнение информационное, в связи с чем у человека появляется высокий уровень тревожности и, соответственно, повышенный уровень стресса, из-за чего сердечно-сосудистая система страдает, нервная система страдает. Но именно если мы с вами будем говорить про озоновый слой, то, как мы знаем, озоновый слой у нас вокруг нашей планеты образует такой колпак, который защищает планету от агрессивного воздействия радиации солнечной. Соответственно, те, кто живут близко к экватору, эти люди чаще всего сталкиваются с проблемами с кожей, то есть возможны заболевания кожи, в том числе и меланома, это рак кожи, в связи с чем, что именно к экватору вот этот уровень солнечной радиации чуть выше, немного, но все-таки выше. Также проблема с солнечной радиацией у нас есть на полюсах, это мы с вами знаем, да, то есть у нас будет страдать кожа и у нас, конечно же, как вы правильно сказали, будут страдать глаза. То есть именно от солнечной радиации, если у нас вдруг будет озоновый слой истончаться, то у нас солнце, агрессивный солнечный свет, агрессивная, соответственно, солнечная радиация влияет на кожу и на глаза. То есть варианты ответа B и G. Мы можем, конечно, разбивать все остальные заболевания, потому что огромное количество экологических нарушений, опять-таки, влияет на здоровье человека. И человек у нас может быть как индикатор загрязнения окружающей среды на основе средней заболеваемости населения в регионе, какие болезни у нас чаще всего прогрессируют. Выберите все правильные ответы, что свидетельствует о высокой плотности попутников в естественных условиях. Это у нас увеличение подвижности и заметности зверьков, эпизодии, эпидемии у животных, замедление полового созревания молодняка, высокий уровень стресса или поедание выводков самцами, появляющимися в группе. Вопрос на самом деле непростой. Если вы знаете, то на основании именно крысиного, допустим, если мы будем говорить про крыс, крысы это грузуны, на основании крысиного сообщества проводят эксперименты, потому что крысиное общество наиболее близко к человеческому обществу. И, соответственно, увеличивая плотность населения, так скажем, грузунов, смотрят, каким образом себя ведут зверьки, какие у них заболевания возникают, как они начинают себя вести, как у них что происходит с самцами, с потомством и так далее. То же самое примерно можно сказать и о человеческом сообществе, что у нас будет происходить, если, допустим, в городах плотность населения у нас будет очень большой. У животных вполне нормально, то есть у животных, у которых самка занимается воспитанием потомства, где у нас нету постоянного партнера. Да, вот мы знаем, у нас животные есть с постоянными партнерами, это, например, у нас волки, да, вы знаете, что они семьи создают и на длительные периоды размножения, то есть там может от одного самца у самки появляться несколько лет детенышей. Это мы знаем, что это там, да, лебеди, это мы знаем, что у многих видов диких собак такое у нас происходит, но у крыс такого, ну, грузунов, у большинства грузунов такого не происходит. В основном там самка занимается тем, что она выводит потомство. Соответственно, вполне нормально даже в сообществе, где плотность популяции не большая, совершенно нормально, если у нас придет самец и съест всех детенышей от другого самца. То есть более сильный самец у нас приходит, выгоняет слабого самца, да, занимает какое-то ведущее место в этой популяции и поедает всех детенышей, которые у нас, соответственно, были рождены до него. Это для того, чтобы оставить свой генетический след в этой популяции. То есть вариант D у нас сюда в принципе не подходит, потому что это у нас может происходить и без плотности, да, популяции. Иногда, кстати, даже сами самки поедают своих детенышей, понимая, например, что они не могут их выкормить или понимая, что, ну, допустим, потомство у нас не вполне здорово. Уровень стресса, да, у нас идет очень такая конкуренция за ресурсы, конкуренция за самок, да, и, как вы понимаете, у нас происходит такое достаточно очень большое повышение стресса. В связи с вот этим вот стрессом повышенным у нас начинаются всевозможные отклонения от нормы. Например, один из современных ученых доказал, что при повышении уровня, при повышении плотности населения крыс, опять-таки, у нас про крыс огромное количество исследований просто, очень многие самки не могут иметь потомство, да, не могут иметь потомство, потому что вот это вот, опять-таки, высокий уровень стресса, он влияет и на инфекцию, то есть у нас снижается, например, рождаемость в популяции. Или же у нас происходит, что у нас может пойти замедление полового созревания молодняка. Почему? Потому что конкуренция очень большая, они очень близко друг к другу, да, живут очень близко, очень долго друг с другом конкурируют. Плюс из-за того, что у зверьков есть всевозможные паразиты, которые переносят всевозможные разные болезни. Чем больше у нас плотность популяции, тем больше у нас происходит всевозможных заболеваний у животных, да, потому что они слишком близко друг к другу живут, очень плотная, ну, как плотность, да, населения звериного. Ну и плюс, как вы понимаете, из-за того, что приходится искать новые источники питания, у нас животные могут выходить за пределы своего привычного места жительства. То есть если у нас идет, например, повышенная плотность популяции, опять-таки, простите, да, тех же крыс или мышей, то мыши могут у нас выходить из своих привычных мест обитания. Они могут у нас искать новые территории для питания и проживания, соответственно, их чаще будет у нас видно, мы их будем больше видеть, мы их, они будут выходить и к людям и так далее. То есть правильные ответы, кто у нас написал, это, все верно, это у нас А, Б, В и Г. Д, поедание, да, выводка с самцами, это, ну, в большинстве сообществ, где самец не участвует в воспитании питенышей, это норма. Вспомните, например, тот же прайд, но это не про грызунов, да, но вспомните, например, тот же прайд львов. Что делает новый лев, да, новый самец, когда приходит в этот прайд, в это семейство? Первым делом он у нас убивает всех молодых детенышей, да, маленьких львят, которые у нас растут от предыдущего самца. Ну, то есть, вот мир жесток, к сожалению. Прочитайте описание экологии некоторых видов дятлов, обитающих в наших лесах. И сделайте вывод, между какими двумя видами конкуренция наиболее вероятна. Трехпалый дятел, таежный вид, собирает корм с поверхности стволов деревьев и из-под коры. Основу корма составляют личинки и взрослые короеды. Большой пестрый дятел питается личинками стволовых вредителей, плодами и семенами растений. Встречается во всех типах лесов. Белоспинный дятел встречается в широколиственных, смешанных и мелколиственных лесах. Предпочитает добывать личинок, насекомых из-под коры и в древесине. В конце летнего периода питается ягодами, орехами, черемахами и желудями. Средний пестрый дятел собирает насекомых на поверхности стволов широколиственных деревьев. Примерно у всех дятлов у нас тип питания схожий. Здесь мы должны с вами понимать, где у нас эти дятлы встречаются чаще всего, где они 100% вместе пересекутся. И рацион питания каких дятлов наиболее друг к другу схож друг с другом. Давайте начнем с того, давайте определим дятлов, которые друг с другом никак вообще не могут пересекаться. У нас никак не смогут друг с другом пересекаться. Это трехпалый дятел, который у нас в таежных лесах живет, в тайге. И, соответственно, средний пестрый дятел, который у нас обитает в широколиственных лесах, а это у нас юг центральной России, где-то так вот он обитает. И какие виды дятлов у нас встречаются? Питается, соответственно, везде и питается, в принципе, всем. Начиная от растительной пищи и заканчивая животной пищей, а именно насекомыми. Вот здесь на самом деле вот такого типа вопросы, они сложные. Потому что чисто теоретически они все друг с другом могут конкурировать, кроме трехпалого и среднего пестрого дятла, потому что они вообще в разных местах обитают. А тут у нас может быть и БГ, и АВ. Но здесь нам нужно определить виды, где у нас конкуренция наиболее вероятна. Наиболее вероятна у нас конкуренция между большим пестрым дятлом и белоспинным дятлом. Почему? Потому что это виды, которые у нас могут встречаться, в принципе, в любых лесах. Они питаются не только пищей животных, ну как бы, ну не животные, да, не очень хорошо, наверное, так говорить. То есть они питаются не только насекомыми, их личинками, но также могут конкурировать и за растительную пищу. Почему? Мы, например, знаем, что у нас наступает период, когда в летне-осенний вот этот период, или в осенне-зимний период, когда у нас насекомые тихонечко начинают уходить в спячку, искать себе какие-то места для зимовки, встречается у нас, начинает встречаться достаточно редко, если мы будем говорить про осень, и у нас птица начинает переключаться на растительную пищу. И вот здесь как раз-таки еще и за растительную пищу у нас может возникать конкуренция. Если, допустим, личинок короедов, самих короедов, у нас достаточно большое количество в лесах, мы это знаем, да. Мы, например, знаем такую ситуацию, которая у нас была где-то недалеко от Волги. Я вам честно сейчас не скажу, местонахождение где-то было. Значит, там был какой-то огромный сад, разбили сад, выращивали ягоды и какие-то плодовые культуры. И, соответственно, очень большой промежуток времени при созревании ягод и при созревании плодов на сад нападали птицы. Там были разные виды птиц, которые питаются у нас растительной пищей. Что сделали? Поставили отпугивалки птиц, то есть они пугали птиц, пытаясь сохранить урожай. Что произошло? У нас все деревья и часть леса, который находился вокруг, просто поели короеды. Почему? Потому что птиц спугнули, птицы ушли, пришли насекомые. И вот у нас, да, бывает такая ситуация, что за пищу, за растительную, у нас намного больше конкуренция, потому что животной пищи в виде насекомых, а тем более многие дятлы собирают у нас насекомых еще и с поверхности стволов деревьев, то есть это может быть не только короеды, но и всевозможные лесные жуки. Их там достаточно много, то есть там конкуренция не такая сильная, но хотя она тоже существует. Соответственно, варианты здесь у нас будет B и V. Особенно за конкуренция ощущается именно в конце лета и осенью. Так, а здесь я вас попрошу вот этот вот вариант попробовать сделать самостоятельно, решить. Почему? Потому что здесь это только анализ картинки будет. В таблице показаны изменения плодовитости, сельдия, урыб разного размера и возраста. Проанализируйте таблицу и выберите два правильных утверждения из перечисленных ниже. Ну, я думаю, вы можете, если что, прочитать сами, да. Это наименее плодовитыми являются самые мелкие и маловозрастные рыбы. Плодовитость четырехлетних сельдий больше в два раза, чем у четырех, четырнадцатилетних. Ну и так далее. Прочитайте, пожалуйста, сами и подумайте над правильными вариантами. Здесь у нас представлены цифры. Это сколько у нас тысяч штук икринок. Да, всё верно. Ай-е. Вы большие молодцы. Так, для того, чтобы на него ответить, надо примерно понимать, как у нас растут кактусы и как, что они из себя представляют. Известно, что подростки кактусов обычно развиваются под укрытием пустынных кустарников, выполняющих роль растений нянь для молодых кактусов. Без их защиты они, как правило, погибают. Почему это происходит? У проростков кактуса поверхностная и слабая корневая система. Проростки кактусов не имеют колючек, опушений и других приспособлений, снижающих испарение воды с их поверхностью. На открытом месте проростки кактусов испаряют слишком много воды и перегреваются. Проростки кактусов нагреваются сильнее, чем взрослые растения из-за небольших размеров. Физиология кактусов нацелена на экономию воды, что вступает в противоречие с необходимостью борьбы с перегреванием у молодых особей. Кактусы у нас такие достаточно мясистые растения, что в их клетках очень большое количество клеточного сока, который у нас запасает воду. Что кактусы у нас отказались от листьев, заменив их всевозможными видами колючек, для того, чтобы уменьшить как раз-таки испарение воды через листья. Плюс для того, чтобы защищаться от всевозможных хищников, потому что желающих полакомиться сочным кактусом все-таки у нас достаточно много. Когда у нас проростки кактусов образуются, соответственно, кактусы начинают в первую очередь, мы помним про развитие растений. У нас идет рост корня и рост стебля растения не всегда пропорционально. Что это можно сказать? Это значит, что у видов, которые живут в засушливом климате, корни развиваются намного быстрее, чем развивается у нас верхняя часть растения, надземная часть. Почему? Потому что, во-первых, нам нужно хорошенько укорениться в почве. Если мы будем говорить с вами про засушливый климат, очень часто там может грунт представлять из себя какую-то рыхлую почву типа песка. Поэтому нам нужно очень хорошо укорениться и закрепиться в субстрате. Во-вторых, нам нужна хорошо развитая корневая система. Она не всегда хорошо развита в ширину, но корень хорошенько выгрызается вглубь почвы, ища слои водоносные под землей. Также мы с вами знаем, что у кактусов исчезли листья, заменив колючками. Потому что сам стебель растения прекрасно фотосинтезирует. Листья ему особо-то и не нужны, потому что они живут в условиях очень большого количества солнца. Солнца там, соответственно, достаточно много и не нужно развивать у себя лишние какие-то части тела, можно сказать, для того, чтобы собирать вот эти вот лучи солнечные необходимые. Конечно, перегревание у кактусов у нас существует. Если кто-то из вас с суккулентами, вообще с кактусами общался, вы можете знать, что они любят солнечные места на окне, но при этом, если это окно очень жаркое, очень солнечное, где очень хорошо прогревается почва и само растение в горшке, у нас может так называемое свариться растение. То есть настолько нагреться, что погибнуть. Насчет испарения воды. Мы с вами помним из курса биологии, что растение приспосабливается интересным способом к уменьшению испарения воды. Если мы будем говорить именно про суккуленты и кактусы, которые у нас, в принципе, относятся к одному такому виду именно пустынных растений, которые в засушливом климате живет, у них кроме, точнее не кроме, у них на поверхности кутикулы существует еще такое воскоподобное вещество, которое защищает растение от лишнего испарения воды. И именно в случае с кактусами, в случае с суккулентами, этот природный воск у нас очень хорошо защищает не только кутикулу, но и устицы растений. То есть на устице растений толстый слой вот этого самого воскоподобного вещества. Поэтому само по себе испарение воды у растения затруднено. Ну, то есть физиологически, можно так сказать, природой устроено. Поэтому кактусы чаще всего перегреваются, особенно маленькие кактусы, из-за того, что испарение воды у нас затруднено, из-за того, что растение нацелено на то, чтобы сохранять как можно больше воды, у нас растение просто варится заживо. То есть правильные ответы у нас здесь будут Г и Д. То есть растение у нас физиологически нацелено на запасание экономии воды, но при этом оно маленького размера. И испарение воды в больших количествах у нас невозможно. Растение у нас варится, погибает. Ну, это так в простонародье сказано, варится, погибает от перегрева. Так, мы переходим с вами к третьей части. У нас здесь будет несколько вариантов именно из третьей части, где нам нужно либо выбрать вариант, либо вписать слово. Белый цвет кожи представителей народов Северной Европы, по всей видимости, развивался как приспособление к недостаточному количеству ультрафиолетового излучения. И вследствие этого недостаточной выработки организма. Там витамина С, витамина Е, серотонина, гормона роста или витамина Д. Чего ж у нас такое плохо вырабатывалось там? Итак, серотонин. Достаточно известный серотонин. Этот гормон. Его очень любят биологи, его очень любят люди, и вы его очень сильно любите. Это так называемый гормон счастья. Он уменьшает депрессию, уменьшает беспокойство, тревогу. У нас он синтезируется в организме, в кишечнике в нашем, а также в мозгу. И на уровень серотонина у нас влияет физическая активность. У нас на серотонин, его не зря сюда добавили, на серотонин у нас влияет солнечный свет. Соответственно, мы с вами знаем, что, например, в зимний период, когда у нас часто именно в нашей полосе, когда у нас часто не хватает солнечного света, у человека начинается, кто-то депрессует, у кого-то плохое настроение, потому что у нас не хватает выработки серотонина. Но от цвета кожи серотонин никак не связан с цветом кожи. У нас как темнокожие, так и светлокожие люди страдают от недостатка серотонина одинаково. Также радуются от его выработки тоже одинаково. Так, соматотропин или по-другому гормон роста, он у нас выделяется также в организме, вырабатывается гипофизом и, соответственно, влияет на рост человека, на рост и развитие человека, особенно это в детском и в подростковом возрасте. И он на нас очень сильно влияет. Так, далее. Витамин Е. Достаточно важный. Витамин Е находится в растительных маслах. То есть мы его должны очень хорошо кушать, потому что он влияет у нас на весь организм. Но в первую очередь, конечно же, можно очень хорошо понять, что у нас с витамином Е. Это по состоянию нашей кожи. Также и для клеток, и для клеточных оболочек он тоже у нас очень важен. Так, витамин С или по-другому его называют аскорбиновая кислота. Точно так же в организм он никак не поступает, кроме как с пищей. Ну и, соответственно, нужно есть побольше кислых овощей и фруктов. Огромное количество, кстати, витамина С именно в квашеной капусте. Поэтому обычно в осенне-зимний период ее очень в большом количестве как раз употребляют. Ну и как раз витамин Д. Это у нас гормон. Он вырабатывается у нас в организме. Витамина Д участвует в усвоении кальция в организме. То есть, соответственно, если у нас недостаток витамина Д, то у нас и не усваивается кальция в организме. Витамин Д у нас участвует в выработке дофамина и серотонина. Уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний, да, и очень хорошо влияет на иммунитет. А вырабатывается витамин Д в организме только при попадании на кожу прямых солнечных лучей. Как считают многие люди, немножечко неверно считают, что витамин Д нужно употреблять в виде витамина только в осенне-зимний период, потому что весной и летом у нас достаточно вырабатывается в организме витамина Д, потому что солнце у нас активное. На самом деле витамин Д вырабатывается в организме только когда солнце находится в своем пике. То есть, к сожалению, это в дневное время, и надо очень много, большое количество времени проводить на солнце. Поэтому проще витамин Д, конечно, употреблять либо с биодобавками, либо с пищей. Кушаем яйца, кушаем печенку. И, как вы понимаете, витамин Д у нас вырабатывается кожей и белый цвет кожи. Представители народов Северной Европы развился как приспособление как раз-таки к выработке витамина Д. То есть правильный ответ тут – витамин Д. Как согласно Вернацкому называется качественно новая высшая стадия развития биосферы под контролем разумной деятельности человека? Вот здесь ответ нужно записать. У нас есть, оказывается, новая ступень развития биосферы, в котором человек у нас напрямую взаимодействует с природой. И когда мы говорим «человек», это мы имеем в виду, что разумное существо, то есть высший разум, человек. И по-другому это называется ноосфера. Слышали что-нибудь про ноосферу? То есть ноосферой сейчас называется вот эта сфера влияния человека на природу. Соответственно, как вы понимаете, сейчас у нас мир меняется, и все, что у нас меняется в нашей жизни, у нас появляются новые виды растений, у нас появляются какие-то новые, более продвинутые виды животных, которые у нас появляются благодаря селекции. Все это влияние разумного нашего сверхразума человека на природу и называется ноосферой. Как называется особое вещество, которое оборазуется благодаря разносторонней деятельности организмов в почве? Ответ запишите одним словом. Это вы знаете. Это на самом деле просто. Мы знаем, что у нас организмы перерабатывают животную и растительную какую-то пищу. Пищу плохо будет сказано, да, растений и животных, погибших животных, опавшие растения, погибшие тоже. И у нас, правильно, у нас может появляться или гумус, или по-другому перегной. Все очень просто. Последний у нас с вами вопрос. Вопрос последний, но сам по себе он непростой. Пирамида, изображенная на рисунке, может иллюстрировать трофическую пирамиду, пирамиду численности или пирамиду чего-то морской экосистемы. Обычно вы знаете два типа таких пирамид. Это правильная пирамида, где она стоит на широком основании, и пирамида перевернутая, когда широкое основание у нас вверху. Это две пирамиды совершенно разного названия. Как же называется это? На самом деле, давайте рассуждать, что это за пирамида такая. Внизу у нас простейшие микроорганизмы, которые у нас как раз-таки вот эти вот существуют в почве. Редуценты, да. Какие-то мелкие рачки, мелкие животные. Далее у нас более крупные же. Видите, всех их меньше, меньше, меньше. Это у нас пирамида продуктивности. Что же такое пирамида продуктивности? У нас существует два вида пирамид. У нас есть пирамида продуктивности и пирамида биомассы. Их очень часто путают. Вот их в данном случае путать нельзя, потому что если вы видите вот такую пирамиду на широком основании, и внизу у нас много мелких каких-то существ, это у нас пирамида продуктивности. Это прирост биомассы за единицу времени. И как вы понимаете, больше у нас плодятся, грубо говоря, самые мелкие организмы, потому что более крупным животным им нужно намного больше времени для прироста биомассы. Если мы с вами будем говорить про перевернутую таблицу, вот она, таблицу пирамиду, вот она, посмотрите. Это у нас пирамида биомассы. Это суммарная масса всех живых организмов. И вот по суммарной массе млекопитающих, конечно, намного больше, чем простейших каких-то организмов. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова